Привет, это Reborn. У Брайн Мапса вышел новый ролик, называется «Яблоки в карамели. Чудесный вкус». Надеюсь, в этот раз у него получится что-то чудесное, потому что в предыдущем его кулинарном ролике он сжёг карамельное пиво. Карамельное пиво? Ванильное? Какое там было пиво? Короче, какое-то пиво из Гарри Поттера. Забыл, как оно называется. Пипец. Вот это у меня память. Давайте посмотрим, как он будет делать яблоки в карамели. Погнали. Здорово. А, да, привет. Здорово. Сегодня мы готовим яблоки в карамели. Вот такие вот. Ещё вопросы? Всем привет, друзья. Да, нет вопросов, рассказывай. Брайн, добро пожаловать в мою любимую рубрику, которая... Которая выходит что-то слишком редко. Я уже ненавижу. Брайн пытается готовить. Сейчас почти час ночи, а я решил... Почти час ночи, а я решил поорать на всю квартиру, чтобы меня соседи услышали. Проготовить яблоки в карамели. Что может быть лучше? Сейчас ночью, да. Покушать вкусняшки, посмотри фильм, так вкусняшки. Яблоко в карамели, так вкусняшки? А всё потому, что я случайно наткнулся на вот такую картинку. Ой, как красиво. И я понял, что я никогда не ел конкретно такое яблоко в карамели. А какое ты ел? На острове, это такой парк развлечений в Питере, продаются яблоки в карамели и в кокосовой стружке. Детали, хэштег. Ммм, просто запомнился, это кокосовая стружка. Может там был не кокос? Так вот, я однажды купил такое яблоко. Был один нюанс, у меня в это время стояли брекеты. В общем, у нас... О, всё переклеилось на брекеты, наверное. В следующий день я поехал менять все брекеты себе, потому что яблоко было очень жёстким. И я себе чуть-чуть зубы все не переломал. И так и не вкусил этого прекрасного сладкого карамельного вкуса яблока. И сейчас я уже вспомнил про такое блюдо, про такой десерт. Сейчас же как раз час ночи, время десерта. На самом деле, они готовятся достаточно просто, но... Варишь карамель, суёшь туда яблоко, вытаскиваешь и остужаешь. А чё там сложного? Этот рецепт будет немножко похож на предыдущий рецепт блюда, которого я готовил. Сливочное пиво. Как вы помните, в прошлый раз я готовил сливочное пиво. Точно, сливочное. Блин, вот это у меня память, а. Это Гарри Поттера. И там были кое-какие небольшие проблемки с карамелью. Она у тебя сожглась. Такая вот масса получилась. Выглядит как будто просто дно у кастрюли прогорело. Так оно и выглядит. Прикол. Так вот в этом блюде тоже нужно варить карамель. Теперь у тебя есть опыт, надеемся, ты теперь ничего не спалишь. В общем, попытка номер два. Я думаю, ватрос у меня получится, потому что я действительно хочу попробовать яблоко в карамели. А сливочное пиво не хотел? Зачем готовил? Вы думаете, я хотел попробовать сливочное пиво? Ну, может быть, когда мне было лет семь. А сейчас, когда мне двадцать, почти двадцать один, я хочу попробовать яблоко в карамели. А сливочное пиво не хочу. Растешь вниз как будто, да? В час ночи. Так. А помыл их хотела? Там он как будто еще больше их раскидывает. Пойду помыл руки, потому что все-таки, как говорится... Мне кажется, надо сначала яблоки помыть. На всякий случай. Придя домой, они начали мыть руки друг к другу. А что, в кухне нет раковины? Так. А что я делаю? Я забыл. Деменция! Шаг номер один. Моем яблоки. Так. Ладно, неужели? Это яблоко остается жить. Хочу его съесть просто так. Почему? Я помыл пять яблок. Ты же сказал. Вытереть яблоки НАСУХО! Еще бы. А то там будет все взрываться, наверное. Окей, Люб. Я не против. Так, сделаю. В рецепте говорится, что нужно два стакана сахара, что очень много. Но... Так это карамель. Сахара было на десять яблок. А у нас пять яблок, соответственно. Что? Нам нужен один стакан сахара. Одно. Один. Такой арифметик. Я не знаю, кто какие палочки... А какой стакан? Какой обычный или литровый? Или какой? Или стакан Йетти? Я не знаю. Пользую. Но я буду использовать палочки для суши, потому что я не знаю, какие еще... Где они берут эти палочки маленькие? Я не понимаю. Да, какая разница? А зачем тебе маленькие яблоки огромные поломаются эти палочки? Я и день нашел вот такие маленькие палочки. Я зашусь, вас и зашибись будет как раз. Ты зачем ломать? Нормально, удобнее будет. Э, не ломай. О, да. Ну, они у меня вот такие вот получаются, то есть, ну, с занозами. Да не надо. Я думаю, это безопасно вообще? Нет, не безопасно. Это знаете, что яблоки будут с адреналинной искринкой. Попадется ли тебе заноза или нет? Попадется. Мы на его место вставляем палочку. Вставлять надо глубже, чем на... Мне нравится, что в этом рецепте она готовит, а у нее на заднем плане какой-то хард-метал играет. Нестандартный подход к монтажу, потому что обычно рецепты делаются под вот такую вот фоновую музыку. Ну, я бы так не сказал. Это у кого такие рецепты? У славного дружи однозначно не такая музыка. Значит, нужно проткнуть все яблоки. Ну, давайте. Думаю, с этим ты уж точно справишься. Давай. Надеемся. Вот такое вот красивое яблоко. Вот такая вот красивая палочка. Берем. Да. Можно было как бы воткнуть, наверное, другой стороной. Я не знаю, чтобы не было занос. Так. Я даже не мог палочку в яблоко нормально воткнуть. Какое-то оно кривое. Ну, ладно. Это такая особенность этого яблока на самом деле. Не нужно над этим смеяться. Да, на него нет кривое. Но не нужно над этим смеяться. Не нужно. Вот такие вот прекрасные яблочки у меня получились. Очень странно. У них торчат эти. О, господи, что ты меня пугаешь? Та самая кастрюля, которую вы бы знали, с каким трудом я отмыл после... Мог бы ее просто выбросить и купить новую. Прошлого выпуска, где тоже варил карамель. Так. Вот такая вот сахарная диета, девочки. Чтобы похудеть на 10 килограмм, на ночь вам всего лишь нужно выпивать один стакан... Сахара. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я рассыпался. Блин, что я не знаю, чуть нахрен, у меня рука не дернулась, я бы все... Ой, лошара. Так, нужна кипяченая вода. Так. Поэтому... Скипятим воду, да? Знаете, прям сейчас себя на минутку почувствовал Юлька Высоцкая. Прям я так сказал... А, это, которая по НТВ была раньше? Так уверенно, знаете, такой... Там, достался, который еще так уверенно сказал... Так, ну значит, нам нужна горячая вода. Вот так вот и понес так уверенно. Прям как будто Юлька Высоцкая. Она так все уверенно делает. Уверенно пошел кипятить воду. Ха-ха-ха-ха. Вот так. А че так мало воды-то? Красота. И ради этого он кипятил столько воды. А нельзя было просто положить ее... Не кивиченой, она все равно скипела, наверное, нет? Так. Это бит. Я уже мастер в этом деле. Газовая плита. Мастер-фломастер. Блин, че, 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 было, че, твое ма... Ты бы слышал, нет? Чуть тебя не спалили брови. Ой. Так. Огонь-то небольшой нужен был. Ну, в общем-то, карамель потихонечку начинает вариться. Вариться. А ты че сидишь? Карамели зада. Че ты сидишь? Ждет карамель в яблоке. Че ты, че ты, че ты, может быть... Точнее, яблоко в карамели. Твои кончистые. Ну, собственно, теперь мне стоит вот только ждать, пока карамель станет золотистой. Только в этот раз я лучше не буду отходить от плиты. Ну, знаете, мне нравится, что мы с вами прогрессируем. Пока еще не прогрессируем, ты же еще ничего не сделал. Ну, смотрите, как у нас стали взаимосвязаны выпуски. В первом выпуске, в предыдущем, мы с вами готовили, учились готовить карамель. Точнее, блюда на основе карамели. Ничего не получилось, но ничего страшного. Вот вторая попытка. У меня уже больше опыта. И, соответственно, таким образом практикуемся и учимся готовить. Просто чудесно. А следующий, наверное, рецепт будет из яблок. Это я знаю, что не нужно. Я не буду это сделать. Я буду следить за карамелью. Чтоб все было хорошо. Естественно, а как же еще-то? Так, ой. В общем-то, немножко погорелый запах пошел. Чего-то мне не нравится. По-моему, что ты уходишь, что ты не уходишь одно и то же. В общем, берем, ставим. Теперь. А зачем бралка? Если бралка поставил. Вот так, яблочко берем. Это все нужно очень быстро делать, понимаете, что это? Говорить тоже надо быстро? Так. Так вот яблочко берем. Так. И вот так вот обволакиваем подмышкой, честно. Смотрите, что получается. Воняет, правда, горелым опять. Какое-то говно. Вот что-то в таком духе получается. Реально какое-то говно. Сейчас не могу укунуть это яблоко, но ставлю. Первое яблоко готово. Что-то, по-моему, карамели маловато. Стараюсь аккуратно сделать. Вот так вот. О, как красиво получается. Ну-ка, покажи. Вау. О, яблоко в говне. Смотрите, как красиво получается. Вот реально же красиво. О, мой бог. Мне кажется, она горелая. Вот, посмотрите вблизи. О, да. Что-то я есть захотел. Не уверен, что это будет наслаждение для моих зубов. Ну, посмотрим. Второе, уже более удачное. Готово. Далее. Блин, карамель уже совсем чуть-чуть остается. Все-таки надо было два, две стакана, две стакана. Два стакана сахара. Эээ, ну, вот столько карамели у меня осталось. Как вы понимаете, этого недостаточно для... Естественно. ...еще двух яблок. Ну, для одного сделаешь хотя бы. Не стоит расстраиваться. Три яблока, это тоже неплохо. Все равно, я бы, если даже сделал пять, я бы их вряд ли съел. Кошки отдай. Я даже не знаю, на самом деле, получились они съедобными. Ну так ешь. Ну, на видишь. Мы для этого все и прошли. Выглядит неплохо. Я так полагаю, теперь нужно ждать, пока они застынут. Я не знаю, сколько это по времени нужно ждать. И потом я их попробую. И скажу вам, какие они получились. Мы вместе с тобой ждем. Только я надеюсь, это будет не в следующем ролике. Тоже твердое? Все-таки, наверное, не надо было ждать, пока застынут. Ну да. Сто процентов не надо ждать, когда они застынут. Получается, как-то хрень. Ну, у меня не будет такой горькой, как в прошлый раз. Теперь-то я знаю, как варить карамель. Что все выйдет хорошо. В прошлый раз карамель не получилась. Но думаю, в этот раз все будет окей. Я у меня много опыта в этом плане. И я могу нормально сварить карамель. 5 из 10? Что-то как-то много. Я думал, будет гораздо меньше. Но, что могу сказать. Прикольный ролик. Готовить я это, конечно же, не буду. Очень странный рецепт. Да и к тому же, нифига не нужный. Хотя, просто карамель я бы похавал. Да. Ну, а если вам понравилась моя реакция, друзья. Ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под роликом. Ну, а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.